Жители Рязани жалуются на плачевное состояние газона, расположенного на улице Интернациональной, перед Новым рынком. По словам горожан, здесь паркуют свои машины как покупатели, так и жители соседних домов. Кроме того, люди пояснили, что раньше автомобилисты не ставили здесь свои машины. Парковка была на месте строительства новых жилых домов. Теперь прошло уже больше года с тех пор, как горожане избрали для парковки зеленую зону. Водители, оставляющие здесь свои машины, отказались пояснять свою позицию. Однако прохожие недовольны тем, что тротуар, по которому ездит машина, практически полностью разрушен. О нем напоминает небольшое количество асфальта. Кроме того, людей беспокоит грязь, которая образовалась на месте газона. Дорожку бы надо сделать, деревья можно посадить. Это беспорядок, конечно. Нужна, конечно, парковка. И газон нужен, и парковка нужна. Все нужно. Здесь должен быть асфальт, и муниципальные власти должны смотреть за газонами и за покрытием дорожным. Мнения жителей разделились. Некоторые граждане хотят видеть на этом месте парковку. Другие привыкли к этому газону и даже устраивают здесь зимние забавы. Зимой мы вообще тут вот в снег играли с детьми, потому что снег был мало. С этих дорожек начищали туда, и мы вот даже тут играли. Приходилось. Представители рынка отказались давать комментарии, но по их словам, они исправно следили за этим газоном, пока парковка была в другом месте. Некоторые горожане имеют на этот счет другое мнение. Они думают, что проблема этого газона заключается в перестройке рынка. Строили, когда все размещили. А вот сейчас благоустроили вот эти павильоны. Надо бы и газоны благоустроить. Очевидно, что пока в этом месте не появится забор, граждане так и будут ставить машины на газон. С другой стороны, эту территорию можно превратить в парковку. Однако неизвестно, как к этому отнесутся местные жители. Вероятно, для решения этой проблемы необходимо создать инициативную группу или же завести в интернете аккаунт, посвященный газону. Тем более, что в Рязани уже есть подобный опыт. Одна из жительниц посвятила страницу улицы Прижелезнодорожной, которая известна своим плохим покрытием. Таким образом, Рязанка пытается решить проблему огромных ям на дороге.